Сегодня ровно три недели, как китайских мигрантов из-за коронавируса перестали пускать на заработки в Россию. Но большая часть тех, кто трудится в Красноярске, успели приехать еще в январе. Например, рынок Крастет с начала эпидемии в Китае не закрывался ни разу. Работать есть кому. В этом убедилась Альфия Еремеева. Мы каждый день одеваем такую маску. Через четыре часа одеваться поменяем. Чжэн Вэнь Мин просит называть его по-русски «Боря». Последний раз «Боря» был в Китае полтора месяца назад. Рассказывает, никто из его родственников там не заразился коронавирусом. И он сам следит за здоровьем. У нас все спокойно. Потому что здесь на рынке китайцы все из-за северной. Северная совсем нормальная. А южная чуть-чуть страшная. Поэтому я говорю, что покупатели спокойно прийти к нам. Ничего страшного нет. На рынке крас-тец работают около 120 китайцев. До сих пор в Поднебесной всего несколько человек. Буквально двое-трое. У них там свои дела, говорят коллеги. Остальные вернулись из Китая еще в конце января. Но на работу вышли не сразу, а только после карантина. Они когда приехали, все сами дома. Два недели сидеть. Никуда не ехать. Каждый день два раза. Температура проявляется. Еще нормально. Тогда через два недели вышли на работу. Те, кто вышел из карантина, температуру уже не меряют. Но руки моют каждые два часа. Правда, защищаться особо нет кого. Сегодня покупателей на рынке немного. Но, как говорят сами продавцы, это никак не связано с коронавирусом. Просто самые массовые дни – это вторник и суббота. Ну, суббота, понятно, это выходной. А во вторник приезжают покупатели из других городов. Например, из Абакана. Бывает, что из Тывы, из деревень. Такой получается базарный день. Сюда приходят в основном из-за низких цен, рассказывают сами покупатели. Визиты нечастые. Так что, если и выбрались в район Крастец, никакая угроза коронавируса не остановит. Я вообще об этом даже не думала. И если я буду думать о том, что коронавирус в Китае или ВИЧ в Америке, да это ты с ума сойдешь. Кстати, февраль сами продавцы называют месяцем низкого сезона. Вот, говорят, с марта пойдет выручка. Поэтому закрытие границы, соответственно, задержка товара не отразилась на настроении иностранцев. Говорят, все нужное получили еще до эпидемии. А новая партия придет не раньше марта. Этот товар, первый год, это получили. Все получили. Последний год, это атомное закрывало. Это пока не получилось. Между тем, китайские власти накануне зафиксировали минимальное число зараженных за сутки с конца января. Но эксперты еще не говорят о том, что эпидемия пошла на спад. А в России тем временем закрыли границу. Для всех граждан Китая. Альфея Ремеева, Сергей Раков, 7 канал.